Ульяновские ватерполисты решили, что озеро в черте города должно использоваться по максимуму. Первый пляжный турнир прошел на пруду базы отдыха, что на Сельдинском шоссе. К слову, местные игроки уже успели здесь обосноваться и провести несколько тренировок. Вообще не готовились, то есть вот поставили и это все прямо родилось буквально два дня. Мы до этого, наверное, раза два каждый сумели здесь сыграть после перерыва длительного. Ну и, наверное, вот все в равных условиях сейчас после большого длительного перерыва попробуем потягаться силами. Одними из первых поучаствовать в пляжном турнире в Ульяновске откликнулись старые друзья местных спортсменов в сборной из Казани. Ну, у нас приехал полный состав, порядка шести-семи человек. Откликнулись мы молниеносно, я вам могу сказать, поскольку погода благоволит. В Ульяновске бываем нечасто, посмотреть места, познакомиться с людьми. Вот ребята у нас в музей ходили вчера с детьми. То есть, в общем-то, очень прекрасно, мы очень быстро согласились и, в общем-то, мы сейчас здесь. А вот для Димитровградской сборной этот чемпионат – первый серьезный опыт. Находясь всего лишь в 80 километрах, ульяновские и мелькеские спортсмены впервые услышали друг от други за несколько месяцев до пандемии. Все это время ватерполисты города-атомщиков соревновались сами с собой. Долгое время ульяновская команда вообще не знала про Димитровградскую команду. Да. Почему так произошло? Откуда такой феномен? Ну, на самом деле, мы больше любители и как-то образовалась у нас группа людей, которые любят водное поло, которые хотят играть. Но мы никогда не думали о том, чтобы выходить на какие-то чемпионаты, игры. И в какой-то определенный момент узнали о том, что есть ульяновские команды и нас как бы начали тоже приглашать. И сегодня то, что мы приехали – это наш первый опыт участия в каких-то турнирах. Открыли турнир команды «Ульяновск-2» и «Казань». Вторые выиграли со счетом 9-3. Вода вообще супер, просто-напросто. В такую жару и в такой воде – милое дело прям. Ну, открытый водоем, он хорош тем, что здесь больше воздуха, больше кислорода. И как бы здесь уже атмосфера такого праздника тоже и отдыха получается. То есть пляжное водное поло, оно не зря так назвали пляжное, чтобы эта игра была в удовольствие создана. Самая ожесточенная борьба произошла между хозяевами соревнований. До последней минуты счет держался 6-6. Все решил золотой гол ворота спортсменов команды «Ульяновск-2». Команда, конечно, выросла. Благодаря тому, что ребята стали более относиться серьезнее к этому делу. На игры стараюсь максимально с ними ездить, чтобы они чувствовали, так сказать, управление, как у этой команды должно все равно быть. Пока игроки соревновались, наблюдатели совмещали приятное с полезным. Болели и загорали. Многие спортсменов поддерживали родные и близкие. Ну, мы стараемся посещать каждую игру, каждое соревнование. Болеем, конечно, активно за наших мужей. И каждый раз после прихода, даже не соревнований, а просто с игры, мы с ним разговариваем. Разговариваем, спрашиваю, как сегодня сыграл. Он рассказывает свои ощущения, как у него получилась игра. Четыре часа в воде и девять игр. Как итог, в гонке за третье место победила команда «Ульяновск-2», обойдя новичков соревнований. Со счетом 6-2 победу в финальном матче над ульяновцами одержали казанцы. Поздравляю, Казань, первую место. Броссовцы! Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.